Алиса Ходить другой дорогой, делать значительный крюк, рассказывает пятиклассница. Пустырь не освещен. В межсезонье здесь грязно и опасно. Но альтернативы нет, рассказывают и жители близлежащих многоэтажек. Вечером совсем тут освещение слабое. А то и вообще нет. Начинается с Победы 175. Люди с остановки идут с Макси, с работы. Там уже начинается все темно. Надо пройти на Беляево, и автобусы там не ходят. И они идут под любыми дорожками, какие найдут. Здесь, к дому детского творчества, тропинка, видите, какая? Бугарки, ямки, камушки. Все, что хочешь, может произойти. Этот пустырь, он тут вообще небезопасен. Там тоже дорожка. Что для машин, что для прохожих, в общем-то, неприемлемая. По улице Беляева не ездят автобусы. Вот и ходят жители на остановку на проспект Победы с Беляева именно через этот пустырь. А потом той же дорогой обратно. Утром и вечером здесь в темноте курсирует толпа горожан. Ключевое слово – в темноте. Люди идут на работу, еще темно возвращаются. Уже темно, и поэтому дети ходят здесь. И дети, конечно, ходят. Дом детского творчества рядышком. Дети идут, иногда поздно возвращаются. Тоже страшно отпускать их здесь. Прошлую зиму или осенью женщина-парикмахер возвращалась с работы, к которой мы ходим. Отобрали телефон хулиганы. Это хорошо, что телефон отобрали. Могло быть и хуже, правда? Пустырь между проспектом Победы и улицей Беляева – не единственное место в городе, где люди жалуются на темноту. Так, на улице Ленина нет ни одного фонаря почти на десяток домов. Жители боятся оставлять в темноте машины, до подъездов добираются с карманными фонариками. Считаю, что недостаточно. Зимой будет еще темнее. И вот пять часов уже темно. Но улице хочется, чтобы было посветлее. Кто должен заниматься освещением города? Вечер, улица, детский сад номер 45. Практически кромешная тьма вокруг. В таких условиях воспитанники и их родители вынуждены ходить ежедневно. Фонарь на здании сада – единственная путеводная звезда. Светлана Клюквина живет в этом дворе уже пять лет. Говорит, что не помнит, было ли когда-нибудь лучше. Темнотища. Вечером гуляем с собакой. И утром очень рано гуляем с собакой. Точно такая же темнота вот в нашем дворе и вот в ближайшем районе. Темнота – лучший друг криминальных элементов, считает автомобилист Вячеслав Кондаков. Он рассказал нам, что неизвестные однажды ночью разбили ему машину. Пытались угнать, но тронуться с места не смогли. Транспортное средство после этого ждал дорогостоящий ремонт. Пока не наступил вечер, еще горят кое-где окна, поэтому как-то еще что-то видно. Но как только народ лег спать, здесь полная тьма. Как-то вечером проходил пенсионер с собачкой. Значит, говорит, вставит перо в бок, говорит, и никто не увидит и не услышит. Говорит, это, конечно, никуда не годится. Ну, естественно, что вечером я здесь, когда оставляю машинку, выглядываю часто ночью с балкона. Но машинки разглядеть практически невозможно. То есть освещение очень плохое. Передвигаться по этому двору в кромешной тьме можно только с помощью фонарика на телефоне. Одна надежда на снег. После того, как он выпадет, должно стать чуть светлее. Но разве это выход? Садик на ночь тоже не гасит, там ничего не остается. И здесь огней нет. Поэтому вот эта площадка вся очень темная, конечно. Реестр тех мест, над которыми необходимо работать департаментом ДЖКХ, он составлен. Нам понятны те места, которые надо будет освещать в будущем. И основным критерием того, о чем вы говорите, то есть в которое место мы направляем усилия, фактически является наличие большого потока людей, проходящих там. Отдаются приоритет детским садам, отдаются приоритет школам, социальным объектам. То есть тем местам, где наиболее массовый поток людей. Чиновники поясняют, заниматься освещением дворовых территорий должны управляющие компании или ТСЖ. Что касается школ и детских садов, это компетенция самих учреждений. Город обязан осветить только подходы к ним. Но средств в бюджетах хватает далеко не на все объекты, жалуются чиновники. В этом году на строительство участков наружного освещения город потратил почти 4 миллиона рублей. Стала светлее дорога к 32-й школе. Выиграна борьба с мраком в нескольких внутриквартальных проездах по улице Свердлова и в 144-м микрорайоне. Освещение появилось вдоль тротуара у детского сада номер 12. Поддерживать в порядке построенные линии освещения должны специалисты электросвета. Они тоже стараются экономить. Нет, свет включают вовремя, просто заменяют лампы на энергосберегающие. В настоящее время МУП электросвет обслуживает 10 тысяч светильников, сетей около 300 километров и 58 светофорных объектов. Своими силами мы в этот год заменили 400 светодиодных светильников, получили тем самым экономию электроэнергии, повышенную светоосвещенность и заменили голого провода на изолированные около 6 километров. Темные участки города продолжат освещать и в следующем году, в том числе за счет средств проекта «Народный бюджет ТОС». Так светлее станет у 41-й школы, у 17-й школы, 109-го детского сада. Где же собственникам взять деньги на освещение дворов? Что касается дворов, решение за собственниками. Они должны обратиться в управляющую компанию и разработать план действий. Это все зависит от того, каким образом. Это либо дополнительные финансовые деньги, которые собирают сами жители, в принципе, управляющая компания разрабатывает проект, да, и уже на эти финансы, собранные, устанавливают то освещение, которое они хотят. Либо же это есть другие источники финансирования. Это такие, как на некоторых домах есть такие понятия, как арендные платежи, да. Например, размещается, оператор сотовой связи свою вышку размещает и за размещение платит определенную денежку, да. И на основании этого уже, опять же, решением жильцов, да, они уже принимают решение о том, что надо здесь поставить, да. Там освещение, опять же, это опять разрабатывается проект и уже непосредственно. Все зависит от того, что конкретно, какое освещение, где хотят. Входная группа это либо площадка освещения. Но, сами понимаете, сразу же возникает следующий вопрос. За ней же надо следить, за ней же надо ее содержать, правильно? Перегоревшую лампочку менять. Потом, на кого пойдет затрата на освещение? Это тоже ляжет на общедомовые нужды. Это тоже опять нужно смотреть, это все от этого зависит. Либо обговорить непосредственно с управляющей компанией, что она, например, собирает там с площади 2-3 рубля, условно говоря, да. Такая называемая инвестсоставляющая, надбавка на инвестсоставляющую. И за счет этого уже сделать непосредственно освещение. Это все, опять же, зависит от самих жителей, от самих председателей домов, да. То есть, вы уже знаете, есть председатель совета домов или советы домов, которые непосредственно острее чувствуют, что происходит на этом доме. И уже непосредственно в взаимодействии с управляющей компанией эти советы домов, может быть, родится очень хорошее решение. Ежегодно на обслуживание и ремонт дома управляющей компанией выделяется определенная сумма денег. Собственники могут попросить направить ее на установку освещения, отложив уже запланированные коммунальщиками работы. Фонарь под козырьком подъезда обойдется в 15-25 тысяч рублей. Стоимость освещения со столбами в разы больше. Что выбрать, череповчанам придется решать самим. Что же касается пустыря между Беляево и проспектом Победы, здесь ситуация сложнее. Как рассказали нам в Управлении архитектуры и градостроительства мэрии Череповца, этот участок находится в аренде у одного из предпринимателей. Там запланирована постройка физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком. Правда, эта задумка все еще находится на начальном этапе проектирования, отметили чиновники. По крайней мере, за разрешением на строительство на этой территории в Управление архитектуры пока никто не обращался. Вот совсем рядом, на участке от Беляева 43 до детского сада на Краснодонцев 90, в 2019 появятся фонари вдоль тротуаров. Средства на это выделят в рамках программы «Народный бюджет ТОС». А вот жителям на другой стороне улицы Беляева, на участке до проспекта Победы, пока придется привычно пользоваться фонариками, сопровождать детей на занятия и встречать их вечером, а также стараться не ходить в одиночку. А так, конечно, темновато здесь, в этом районе. Да и вообще, сколько людей возвращаются вот с остановки с Макси, идут на Беляева с работы. Темно. За освещение дворов отвечают собственники жилья в конкретном доме. Совместно с управляющей компанией жители могут решить, откуда им взять средства на это. Школы и детские сады должны заложить в бюджет средства на освещение территорий и позаботиться об этом самостоятельно. Город отвечает лишь за освещение подходов к садам и школам. Если на конкретной территории отсутствуют фонари, и это создает повышенную опасность, а муниципалитет отказывается освещать их, заинтересованным лицам эксперты рекомендуют обратиться в суд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова